добрый день раз 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 поставьте плюсики как меня слышно отлично с вами сегодня лилия донского и тема нашего занятия как быстро сформировать свою ключевую команду и пригласить знакомых бизнес так приготовьте ручки и свои тетрадки рабочие где вы будете делать записи итак первое что вы должны сделать даже первое у меня одного слайда не хватает это сделать до определиться для себя в бизнесе или нет вы хотите строить создавать свои большие да автономные команды которые будут самодостаточно развиваться планируете ли вы выходить на пассивный доход да стать самодостаточным свободным успешным человеком который будет просто до процветать в этой жизни достигнет всего желаемого и всего самого классного то есть первое дает вообще определиться хочу ли я перемен своей жизни хочу ли я улучшение качество чтобы жизни постоянно улучшалась у кого это есть поставьте в чате пятерочки кто прям спит и видит чтобы переехать в новый дом купить другую машину ездить путешествовать покупать все что хотите не смотреть на ценники в магазине у кого это есть есть да отлично пятерочки от нас все прям привод я чувствую леночку тоже люба скромненькая одну да ребят тут если это есть а почему я об этом всегда говорю что нужны желания поменять свою жизнь просто это как бензин для автомобиля если нет желания если нет страсти нет веры в себя да в проект во все во все это вообще сферу жизни вот сетевой маркетинг если этого нет то в принципе да будет тухляк ничего получаться не будет нужно в себе развить вот эти вот ключевые факторы до вера и активность вообще понимание этого бизнеса и активность действия и самое главное что вы должны понимать что наш бизнес строится только на отношениях только на команде на людях потому что если вы один один в поле не воин и ваша задача понять что вам нужно не просто набрать людей толпу народу а вам нужно сформировать ключевую команду ключевую команду ребят вот вы знаете как говорит как говорится если у вас есть команде да ключевые как генералы которые понимают суть бизнеса то вы всегда будете на высоте вы всегда будете расти и процветать если же у вас нет ключевой команды то извините да вы постоянно будете мчаться вперед набирая 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 новых людей которые будут заказывать потом бросать потом опять заказывать и бросать первое это определиться что я хочу да мне это нужно я готов действовать я готов заплатить цены а это однозначно если вы хотите что-то получить чего у вас раньше никогда не было то будьте готовы заплатить за это цены некоторых людей это пугает потому что надо выйти из зоны комфорта делать что-то непривычное но я могу сказать что цены могут быть разные например а цена нужно высвободить время и например отказаться от просмотра телевидения цена да для кого-то это цена привыкли потому что очень трудно отказаться от своих любимых сериалов какая еще может быть цена ребят ну например а перестать триндеть по пустякам да вот просто ни о чем с вами подругами вторая треть цена можно нужно будет научиться планировать и жить четко по плану экономить каждую минутку я говорю экономить потому что мне очень нравится это выражение мне кажется я сама придумала да что все все минутки они очень быстро утекают и у нас с вами у каждого есть какой-то определенный лимит минуток секунд дней месяцев год год годов или лет да у нас у каждого есть какой-то лимит но мы не знаем сколько у нас этого и поэтому нужно сэкономить каждую минутку и сделать ее золотой эту минутку да что не всего это касается и в отношениях и в бизнесе в работе в общении с ребенком то есть каждая минутка это до должно быть золотая минутка которая запомнится и будет она на сто процентов вы находитесь именно в этой минутке понимаете то есть если вы общаетесь с ребенком и выделили ему 10 минут то будьте все эти 10 минут со своим ребенком отложить телефон да там выключить компьютер уйдите от него побудьте 10 минут с ребенком тогда эти 10 минут всего лишь вроде бы кажется мало на самом деле это будет достаточно ребенку потому что на все сто процентов и будете с ним это будет золотые 10 минут и это касается всего садитесь ли вы работать вы должны вот это вот время которое вы выделили на работу прям максимально выкладываться не отвлекаться на всякую ерунду а конкретно работать все поняли поставьте плюсики то мою мою тираду вас принял адекватно потому что первый вопрос если вы его решили для себя что вы готовы вы хотите вы готовы преодолеть какие-то сложности заплатить цены свои то второй вопрос это откуда же брать людей откуда брать людей этот вопрос самый жирный обычно для всех и самый пугающий потому что всегда даже я помню что меня останавливало я всегда думаю что я не смогу никого зарегистрировать или если смогу то это будет очень мало недостаточное количество людей мы сейчас с вами подробненько разберем откуда брать людей и как стать для людей привлекательным человеком даже если они вас знают давным-давно давным-давно и первое это знакомые наши знакомые с кем мы знакомы с глубокого раннего детства буквально с горшка это соцсети где очень много людей и хватит на всех потому что соцсети они охватывают многие города деревни населенные пункты страны и нам у нас нет границ мы не тратим время и деньги на то чтобы встречаться с людьми то есть в соцсетях мы можем общаться безгранично с любым человеком который нам понравился объявления средствах массовой информации мы можем размещать это касается всего ребят вы можете размещать объявления как на бесплатных досках так и в газетах которые действуют в рамках вашего региона вашей области или города то есть вы можете приехать просто в специальный отдел где принимают объявления подать его сразу на несколько недель или месяцев вперед и просто или бесплатные есть возможности размещать или за какие-то средства да ну разумные то есть не безумные средства какие-то разумные потому что у нас например в саратове есть такая возможность размещать бесплатные объявления или буквально там за копейки далее у нас есть возможность брать рекомендации постоянно да знакомые наших знакомых никогда не закончится мы берем рекомендации и самый главный пункт это брендирование себя я всегда об этом говорю очень со смаком потому что я на себе ощутила когда я стала меняться менять свою позицию в соцсетях то есть показывать себя в другом свете в более перспективном и привлекательном то на меня стали обращать внимание те с кем я давным давно не общалась или или ну как бы как вам объяснить или люди которые для меня были вот по моему восприятию выше уровнем выше уровнем развития и они стали обращать внимание и сами проситься ко мне да за общение и так с чего же мы начнем ну конечно же с брендирование потому что а вот и все эти методы которые мы с вами разбираем на наших тренингах семинарах которые вы можете найти в интернете они не будут работать если у вас неправильно оформлен аккаунт если ваши странички не интересные не привлекают внимание и на них не хочется остаться то есть очень важно уделить внимание фотографиям многие очень многие люди теряют примерно 90 процентов возможностей только из-за того что у них неправильные фотографии согласны со мной поэтому желательно сделать вообще профессиональную фотосессию делать периодически хотя бы там раз в полгода обновлять фотографии у себя в ленте на стене сделать одну фотосессию но в разных там форматах можно взять переодеться в разные наряды и использовать их постепенно выкладывать эти фотографии то есть не сразу вываливать а постепенно можно делать ситуационные фотосессии то есть например новогоднюю семейную фотосессию осеннюю тоже желательно делать фотосессии если у вас есть семья то это нужно использовать у вас обязательно должен быть дневник успеха что значит дневник успеха ну например у вас пока нет своих достижений вы новичок что же вам делать так позаимствуйте у коллег открываете странички которые вам понравились вы видите что там люди супер интересные да они прям вот выкладывают интересную информацию заимствуйте но только ни в коем случае не делайте репосты просто копируйте у них история история успеха копируйте фотки к себе переносите да и просто хвалитесь вы таким образом будете и человека продвигать и себе помогать если же вы сделаете репост то значит вы сделаете медвежью услугу кому-то то есть от вас люди будут уходить на интересные странички куда вы их и направили ваша страничка должна вызвать эмоции ну например какие однозначно положительные то есть человек должен увидеть напишите какие эмоции как вы думаете должна вызывать страничка восторг восхищение ликование еще думаем эстетическое удовольствие абсолютно верно остальные не хотят думать что ли вот представьте человек зашел к вам на страничку чтобы он остался что должна вызвать какую эмоцию какое чувство должна вызвать ваша страничка как вы думаете ребят это очень важно потому что когда вы будете анализировать свою работу просматривать свою страничку вы все сразу должны сами увидеть это я предлагаю немножечко поработать потому что если вы просто сейчас прослушаете это как лекцию и уйдете вы потом будете допускать ошибки которые многие допускают а ошибки очень существенные интерес желание узнать о человеке так а еще давайте я буду подсказывать смотрите когда человек должен зайдет на вашу страничку он должен почувствовать да от вас должно прям влиять успехом самое главное что он должен почувствовать что вы можете привести его к успеху вы должны быть интересным человеком разносторонним да то есть ваша страничка должна вызывать положительные эмоции затягивать чтобы хотелось остаться поэтому на страничке должно быть примерно 30 процентов информация о себе то есть ваши фотки семейные там куда вы ездите путешествия 30 процентов это хобби например если вы чем-то занимаете любите любите фотографию фотографировать вы продвигаете это да там интересные выкладывать фотки классные кадры и описание к ним обязательно с хэштегами и 30 процентов это бизнес обязательно бизнес дневник успеха фотографии достижений наши слайды да красивые когда мы поздравляем на онлайн банкете вы можете эти слайды просто вырезать вставлять себе в этот на страничку в ленту и писать описание и поздравление вы можете их копировать у нас когда мы скидываем в чате поздравления какие то вы также можете скопировать информацию скопировать картинку и вставить себе в ленту то есть у вас обязательно должен быть соблюдаться баланс какой у нас должен быть под фотографии под фотографиями какие то призывы да то есть вы должны как то не навязчиво мимолетно говорить ребята приходите к нам хватит наблюдать начните действовать да какой то призыв к действию потому что очень часто люди выкладывают какую то классную информацию обалденную но прочитали мы как статью и ушли и мы даже не поняли что этот человек нас зовет в бизнес то есть у вас должен быть в конце да вы рекламируете себя команду и говорите ребята с нами классно идите к нам заполняйте заявку прямо сейчас ставьте плюсики в комментариях или ставьте в комментариях пятерки семерки то есть да кто на что гораст вот тогда люди будут реагировать то есть у вас должна быть команда что нужно сделать ну естественно следующий пункт это запрет на тему политика религия хайд другие компании внимательно смотрите а где вы ставите лайки где вы пишите комментарии да то есть если это касается религии ребят вы знаете у нас команды международные мы работаем со всеми у нас здесь как говорится да политики не место потому что если мы внедрим сюда политику религию то будет просто хаос полный ребят мы пришли сюда зарабатывать помогать друг другу поднять качество жизни мы не можем с вами просто решать политические вопросы просто да это не наше дело это не наш уровень но мы можем да посеять какие-нибудь распри да там поэтому и в чатах и везде на страничках в комментариях вы это все пропускаете то есть нет этого не существует да каждый имеет право на еще какую-то свою часть жизни которая касается только его и учитесь у коллег вот смотрите мы прокачиваем статусы в чатах учитесь смотрите что коллеги выставляют нравится копируете и как это говорится заимствуйте не стесняйтесь и себе ставьте потому что это будет очень круто и быстро вот так делать нельзя то есть такие фотки вообще вот просто ставить нельзя где вас толком не видно или вы одеты в какие-то непонятные спортивные костюмы или домашнюю одежду да что такое неприемлемое фотка должна быть крупная четкая красивая чтобы вас было видно ваши глаза вот смотрите да я поставил фотографию мне безумно нравится эта фотка олеся бахматовой вот вообще круто с ребеночком счастливая уютная классная фотография которая от которой столько теплоты столько вот вообще ну вот прям аж мурашки да вот все не все уже с этой странички ты не уйдешь все она просто тебя заманила зацепила и ты захочешь посмотреть а дальше а чем занимается это красивая мамочка да в декрете или просто деловая фотка но нет у меня малышей да и взаймы брать малышей иногда можно вот я выставила фотографию с фотосессии с профессиональной да просто хорошая деловая фотография то есть вот это допускается главное чтобы лицо было видно что вы улыбались и прямой взгляд не спиной вы как повернулись не сторону смотрите а вы смотрите как будто бы в глаза человеку да и говорить ему идем к нам у нас классно у нас хорошо обязательно должен быть дневник успеха то есть вы можете создать отдельный фотоальбом назвать его дневник успеха и накидать туда вот такие классные фотки чтобы чтобы человек понял что вы в бизнесе что вы в интернете работаете может быть даже он сразу поймет что вы в рефлейме ничего страшного да ради бога но вы успешные вы значит у вас команде успешные люди то есть надо еще фотки с прям конкретных людей кто достиг успеха или дать какое достижение там прошел первый шаг ура ура поздравляем сделал то 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 ура поздравляем вышел на 3 процента молодец то есть вы такие фотки тоже обязательно ставите еще немножко про репост ребят просто запрет как только вы поставили репост например вы зашли в группу вам понравилась какая-то статья вы взяли нажали просто репост и довольные такие пошли дальше это гулять и думать ой я бизнес делаю я же репост сделала у меня классная запись ленте помните всегда что человек перейдет по репосту в эту группу или к этому человеку от кого вы репостика отправили и он к вам назад дорогу не вспомнит все он ушел от вас и не забыл что вы вообще есть и куда он пойдет туда куда вы его направили то есть он пойдет регистрироваться к тому человеку от кого вы сделали репост интересный потому что он там утонет на той страничке поэтому никаких репостов это просто запрет из своих новичков сразу учите этому потому что многие не понимают никак вот и долго еще репосты ставят меня репост постоянно я конечно вам благодарна то что вы меня продвигаете но в это время вы себя никак не продвигаете вы только меня двигаете поэтому себе вы делаете не очень хорошо так ну блок и форму это понятно что вы создаете бизнес школе у меня к вам такой вопрос ребята кто хочет за 6 месяцев за полгода стать директором и зарабатывать от 30 тысяч рублей в месяц кто прям реально хочет уже выйти на стабильный нормальный доход и чтобы уже не падать вниз а идти вперед вперед не останавливаться два человека только остальные еще сидим три четыре еще кто хочет пять вижу пять в комнате одиннадцать пять только хотят но уже хорошо так что вам нужно сделать ребят если вы хотите быстрого стабильного и мощного карьерного роста то начните свой бизнес с приглашения знакомых на встречи все ребят других вариантов нет потому что чтобы раскачегариться и создать команду из интернета уйдет достаточно много времени вы потеряете может быть месяц или два пока вы настраиваете систему работы создаете это массовую массовые странички которые часто блочат да удаляют замораживают которые нервируют ребята честно вам могу сказать что я начала свой бизнес с обработки списка знакомых и я за четыре каталога вышла на уровень двадцать два процента ребят хотите верьте хотите нет я проработала список знакомых когда он уже кончился я это называю обмельчал что это значит вот например первое когда я написала у меня было семьдесят пять человек я их обзванивала каждый день назначала встречу то есть я к своему спонсору приводила ребят за ручку было сложно потому что мы не работали тогда в интернете за ручку приводила ему бывало по семь человек за раз и он им всем проводил презентацию сейчас все просто вы можете своих знакомых за ручку но не выходя из дома пригласить на skype встречу пригласить на презентацию в интернете не надо ехать не надо тратить время но но обязательно это должно быть в системе то есть у вас должен быть четкий план один звонок максимум две минуты две ну максимум три хорошо максимум три если бывает ну прям человек сложный бывает что прям вот цепляет цепляет никак не отпускает звонок должен быть четким коротким деловым и динамичным прям запишите себе четкий короткий деловой динамичный уверенный то есть от вас должна исходить инициатива как говорится кто платят тот и заказывает музыку если вы звоните вы платите за звонок вы должны управлять разговором вы должны научиться приглашать своих знакомых правильно тогда ваши команды будут очень быстро расти и полгода это будет легко за полгода стать директором но это должно быть в системе запишите себе систем но у вас должно быть в день минимум десять звонков а лучше двадцать то есть вы пишете список знакомых и потом дописываете туда рекомендации записали у кого написаны списки знакомых поставьте в чате сколько у вас там человек написано у кого написан список и напишите прям сколько человек у вас в этом списке жду от вас ответов можете поднять свои тетрадочки двести супер на месяц хватит да на каталог если в день делать по десять звонков десять на двадцать один двести деда как раз тебе на каталог хватит работы проработать их двадцать шесть на два дня работы у кого еще сколько у человека взрослого от примерно возрасте от двадцати двадцати трех лет список знакомых составляет примерно пятьсот человек просто если у вас написано там двадцать шесть или двести это значит что вы его просто еще не написали полностью да не взялись за него как следует или вы просто пока не понимаете важности списка знакомых да вы думаете что вы сейчас зашли в интернет и с нуля начали всех приглашать ребят в интернете нужно создать много достаточно много страничек чтобы пошел поток в день рекламу давать минимум два часа то есть сидеть прямо пахать рекламу 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 да за рассылать в группах сообщения в комментариях везде 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 сейчас мы об этом поговорим чуть-чуть первый шаг написать список знакомых ребят запишите задание и не решать за людей потому что нам платят не за то что мы решаем надо им это или нет а нам платят за то что мы информируем и благодаря тому что люди получают информацию они делают выбор надо им это или нет и естественно что всем это не нужно из ста человек из ста ваших знакомых зарегистрируется примерно двадцать двадцать из двадцати будут примерно один два директора вашей команде понимаете это это слабенькая статистика прям самая самая минимальная прям вот хлюпенькая а вообще да все очень очень круто работать со списком знакомых особенно если вы приглашаете на skype собеседование на skype встречи потому что с ним индивидуально разговаривает менеджер находит и голосом с ним общается находит все подводные камни отвечает на возражения это самый лучший вариант как писать список знакомых ребят ну сначала лучше всего по категориям лучше всего по категориям это взять первую категорию родственники всех их переписать и внучатых племянников двоюродных сестер братьев кузенов музенов тетей бабушек дедушек по всем веткам всех родственников переписать потому что у вас родственники могут жить и очень далеко может быть вы с ними никогда не встречались но вы знаете что они есть вы знаете буквально года три назад я узнала что у меня есть троюродная сестра мы с ней познакомились и она у меня в команде потребитель правда то есть она не активный партнер она потребитель мы с ней познакомились я и рассказала про свой бизнес она говорит конечно мне это интересно а где я была до этого 40 лет я даже не знала что у меня есть троюродная сестра представляете так что-то вы какие-то неактивные ребят смотрите написали по категориям прям откройте категория как написать список знакомых можете ввести в интернете да в поисковике и вам выдадут кучу рекомендаций там идут родственники друзья соседи сфера обслуживания то есть там ходят все наши мастера кому мы ходим врачи парикмахеры портные массажисты сапожники то есть абсолютно все люди сферы обслуживания продавцы в том числе то есть да вы переписываете всех пишите фамилию имя если не знаете пишите откуда этот контакт да то например вы знаете что это петров сосед снизу а как его зовут не знаете знаете просто петров можно будет потом познакомиться или там петров ваня написали если не знаете телефонов не пишите оставьте пустое место и обязательно ставьте в табличке результат то есть что вы договорились к чему пришли там да какие вы использовали аргументы то здесь вы в результат делаете всякие примечания чтобы вам потом вспомнить потому что если вы создаете большой поток работы то вы может быть просто потом забудете что вы делали это понятно поставьте плюсики какие новички совершают ошибки безумные ошибки которые я сама вначале совершала первое пытается сразу все рассказать сами это ужасно далее не приглашать на встречу спонсору или на презентацию да то есть ну не соединяются третьим лицом это огромная ошибка третье не налаживают контакт а сразу предлагает работу то есть вот смотрите если вы давно не общались с людьми из какой-то группы людей то вам прежде чем писать им идем ко мне на работу давай зарабатывать вы сначала с ними должны утеплиться то есть утеплиться наладить отношения узнать как у них дела и потом да уже с ними общаться следующий шаг найдите всех своих знакомых из списка в соцсетях для этого вам нужно создать странички во всех соцсетях и правильно их оформить то есть да в фейсбуке в моем мире в твиттере в инстаграме в одноклассниках контакте фейсбук сказал не помню то есть везде везде где только вот можно вам нужно зарегистрироваться сделать правильную страничку брендовую то есть да в том соотношении о котором мы говорили потому что один знакомый может быть висит в одноклассниках только там общается другой в фейсбуке третий только в инстаграме то есть вы пролазите все соцсети найдете своих знакомых посмотрите их фотки поставите лайки напишите им комплиментиков парочку или комментарии под фотками они увидят что вы их нашли активизировались да они обрадуются да напишите им личку что ой привет сто лет не общались смотрю как у тебя выросли детки какие стали классные симпатичные ты чем занимаешься как жизнь да импровизируйте ребят то есть по ситуации смотрите да будьте деликатны не задавайте слишком откровенных там вопросов там ну ты наконец-то вышла замуж или все сидишь в старых делах но это конечно запрещено то есть будьте деликатны и помните что если ваша страничка правильная то они сами спросят сами спросят слушай а чем ты занимаешься расскажи сами спросят сами выйдут на контакт и это будет высший пилотаж если не спрашивают начните разговор о бизнесе но не сразу да то спросите их как живешь чем живешь а денег хватает думаешь о том что да найти дополнительную работу тебя интересует дополнительный доход да вы потихоньку технично переходите на этот разговор как правильно приглашать потом уже когда вы утеплились или уже тепленьких своих до горячих знакомых как правильно приглашать первое правило запишите мы приглашаем на ноль информацию ребят ноль это значит ноль это значит ни слова про арифлейм ни слова о бизнесе вы не рассказываете презентации вы просто да как как рыба немая вот примерный текст привет машу 10 минутка я по делу пишу я тебе по делу пишу это тепленьким уже или горячим да есть слушай скажи пожалуйста тебе интересен дополнительный доход да отлично смотри я хочу пригласить тебя на презентацию она проходит в интернете по времени займет примерно 30 40 минут тебе когда удобно сегодня или завтра ну у нас сейчас не идут презентации в 20 часов хотя идут вот в команде у алиси бахматовой два раза в неделю да то есть можно узнать я думаю что доступ открыт тоже можно прийти к ним на презентацию с гостями или вы приглашаете человека на skype собеседование оно проходит пять раз в день пять раз в день представляете и вы можете ему спросить тебе когда удобно в первой половине дня или во второй человек например говорит во второй вы смотрите расписание там есть время в 19 и в 21 вы его спрашиваете тебе интересно в 19 или в 21 то есть удобно он говорит слушай давай после ужина в 21 окей лови ссылку да заполни вот эту ссылку тебе позвонит моя знакомая на skype и все тебе объяснит ребят все то есть вы скидываете ссылку вы должны убедиться что человек заполнил и все и ждете результата далее если человек на презентацию например завтра во вторник вы говорите окей завтра за 15 минут до начала я тебе скину ссылку по которой ты перейдешь и будешь видеть и слышать тебя не видно не слышно тебе куда скинуть вы выясняете куда в одноклассниках или на электронку отправляете ребят импровизируйте смотрите по ситуации как сделать лучше на skype человека вывести или на презентацию смотрите по ситуации главное объясните что на презентации человека не видно не слышно я позвоню тебе я позвоню тебе и обсудим детали еще раз внимательно почему вы акцентируете на этом внимание то что вы позвоните вы берете на себя ответственность раз человек уже не отвертится то есть вы ему сказали я позвоню и все обычно когда люди говорят ну свидимся или ну созвонимся это ребят ни о чем никто не да никаких обязательств никто ни за что не отвечает ну созвонимся и созвонимся когда неизвестно кто кому позвонит неизвестно ну и все потерялись здесь очень важно человека брать тепленьким то есть вот он послушал презентацию и с ним тут же надо все обсудить тут же прям позвонить и спросить ты был на презентации ты слушал от начала до конца какие у тебя возникли вопросы что тебе понравилось что ты решил ты готов попробовать прямо сейчас ну что пробуем правда классно то есть да вы в позитивном ключе задаете ему вопросы какие то да по ситуации но вы должны вести разговор опять же вам напоминаю вы звоните и прям человека четко сопровождаете вам его нужно как это говорится дожать то есть этот звонок дожать чтобы он сказал ты готов отлично я тебе скидываю сейчас ссылку проматываю в самый низ да откроется блок нажимаю на кнопку присоединиться откроется форма заполняй ее прямо сейчас да и она она ко мне придет моментально и я тебе тут же скину инструкции с чего начинать я тут же тебе скину инструкции с чего начинать ребят понятно поставьте пятерочки коллеги смотрите вот это очень важно вот в этом разговоре нет ничего лишнего никакой воды если человек вас пытается спросить а что за работа а расскажи подробнее ты ему говоришь это не телефонный разговор вы просто ему говорите четко ты все посмотришь на презентации это не телефонный разговор ты же понимаешь что о деньгах за одну-две минуты не расскажешь то есть вы должны четко сразу расставить вот эти рамки во-первых когда вы звоните вы вначале говорите что я по делу буквально на минутку вот у тебя есть минутка я по делу если он говорит ну а расскажи подробно ты знаешь я сейчас занята я сейчас занята да я звонила тебе буквально только узнать твой интерес тебе все расскажут на презентации ты все узнаешь извини 30-40 минут по телефону я тебе точно это не объясню ты будешь все видеть слышать или по скайпу с тобой свяжется моя знакомая она да она профессионал в этом деле достигла уже больших результатов да она набирает вот людей она тебе сама все расскажет я не владею полной информацией иногда когда это близкие люди они меня пытаются раскрутить я им говорю ну слушай ты говори такая прикольная вот ты позвони в парикмахерскую скажи ой ребят мне некогда эти время тратить обстригите меня по телефону ну все ржать начинают да конечно по телефону никто никого не пострижет я говорю ты хочешь чтобы я тебе сейчас за одну минуту да по телефону рассказала о том как ты заработаешь 100 тысяч дополнительно я не буду этого делать нет нет такой задачи все то есть будьте не сгибаемы такими четкими да и чтобы человек сразу понял что разговаривать с вами бесполезно все равно ничего он не получит ребят здесь все понятно да кто меня слушает я думаю что вы поняли если человеку время неудобно да вы его соединяете как угодно желательно с менеджером чтобы он пообщался ну в самом плохом случае самый прям плохой случай что вы даете запись презентации хотя если человеку деньги нужны он посмотрит на запись два раза посмотрит три он пороется еще в ютубе перейдет по ссылкам потому что когда открывается запись презентации то сбоку еще куча информации про Арифлейм он пороется посмотрит если он заинтересован то он докопается до истины и он поймет что этот бизнес интересный и он захочет попробовать но ваша задача когда вы приглашаете человека на такую вот встречу на презентацию или на скайп вы ни слова не говорите про Арифлейм думаю не надо вам объяснять почему этого делать нельзя если хотите испортить дело испортить кандидата то конечно говорите что вы делаете сразу после презентации звоните и задаете вопросы что ты об этом думаешь какое твое решение у тебя наверняка куча вопросов задавай если человек очень много не понял говорит слушай супер пошли на скайп я сейчас тебя соединю с моим вот ну с моей знакомой которая лично меня пригласила вообще очень да очень круто она все рассказывает у нее я вот сама пришла на нее я когда увидела что она уже квартиру купила гоняет по всему миру что она нигде не работает да вы живете только этим проектом у нее все супер лучше чем у людей которые с утра до ночи там работают и занимают должности у нее все супер я из-за этого пришла я пришла на результат то есть вы должны продать очень дорого своего наставника да продвинуть его сказать что у нее крутые результаты я пришла на них потому что я тоже так хочу я тоже хочу так жить и все и говорить пойдем я хочу чтобы ты была в моей команде ты достойна самого лучшего я верю что у тебя получится у тебя есть все качества необходимые для этого бизнеса то есть вы должны уверенно говорить с таким со смаком что важно ребят вы должны быть всегда позитивным независимо от решения вашего знакомого если он ответил отказом просто благодарите и просите рекомендации просто благодарите там спасибо что дала возможность тебя познакомить с новым бизнесом если в твоей жизни что-то изменится или ты поймешь что у тебя высвободилось время для этого или там ты да сейчас все обдумаешь не делай таких вот как это говорится невзвешенных ответов не говори подумай посмотри я тебе сейчас скину еще там несколько видео посмотри да скидывайте истории успеха других людей а потом дашь ответ пока ты думаешь ты можешь мне дать рекомендации для кого-то из твоих знакомых кому как ты думаешь было бы интересно дополнительный доход кому нужны деньги может быть декрете сидят или на работе есть свободное время то есть это очень важно очень важно взять рекомендации то есть чтобы человек вам оставил хотя бы пять контактов пять контактов прям просто помнишь у тебя там сестра есть она недавно родила а вот этот а вот у меня мы на дне рождения были там была такая девчонка зажигалка Маша ребят и как только кто-то из их знакомых хочет регистрироваться прям да я готов вы звоните этой Маше и говорите Маш помнишь ты мне дала телефон Ольге твоей сестры двоюродной помнишь слушай она так загорелась этим бизнесом она хочет регистрироваться и я предлагаю тебе первый зарегистрироваться чтобы твоя знакомая да твоя сестра пошла уже под тебя ты пока думаешь у тебя уже будет расти команда ты же понимаешь как это важно сразу да вот что у тебя будут уже люди тем более это твой человек это ты мне дала телефон то есть здесь очень важно опять же зацепить человека тем что это его человек он уже готов работать он хочет идти в бизнес в основном все люди да говорят да жадность срабатывает вот этот страх потери упущенные возможности человек должен ощутить вот это вот что возможность уходит если он ее ощутит то все будет окей он скажет да ладно давай записывай меня а я пока там ну я пока не буду ну ты меня ладно запиши я же все равно ничем не рискую да да отлично надеюсь вы меня понимаете и немножечко да вы должны понимать статистику ребят вот из всего потока людей которые к вам будут приходить вы должны понимать что не все не все вам нужны не все будут регистрироваться не все готовы к этому бизнесу ребят вам не нужны все подряд вам нужны те люди которые хотят которым нужно которые готовы к переменам вот именно перебирая вот этот чемодан лимонов да вы найдете свой апельсин вы найдете свой апельсин яркий сочный вкусный сладкий который станет директором но это только перебором недаром наш бизнес сравнивают с работой золотоискателей людей которые ищут да золотые крупинки золотые слиточки перемывая тонны песка чтобы найти вот этот маленький золотой слиточек ребят мы с вами тоже золотоискатели ищем золотые судна золотые кораблики для того чтобы создать свою вот эту суперсистему работы суперсистему которая принесет вам такой классный пассивный доход о котором мечтают все грамотные люди все умные да люди которые развиваются читают работают над собой они все хотят именно такого потока финансового и здесь можно его создать как наладить поток людей в команду из интернета ребята выполняйте норму по рассылкам норму потому что очень часто я говорю когда провожу собеседование с кандидатами уже которые прошли школу и готовы к бизнесу я спрашиваю как у тебя дела все говорят все плохо или нормально рассказывай что нормально давай каким методом работаешь человек мне говорит я вконтакте окей сколько у тебя страничек три я сразу говорю ты не работаешь потому что с трех страничек ты не сможешь сделать норму не сможешь да нужно вконтакте минимум 20 страничек а нужно отвечать по шаблону не надо да вот в начале пока нет опыта писать что то непонятно посмотрите шаблончики как мы переписываемся и вы их можете немножко редактировать главное не отвлекаться на переписку споры убеждения и введите статистику то есть вот делаете засекайте время и считайте сколько сделали сколько подали объявлений сколько людей добавили в друзья сколько лайков поставили сколько с днем рождения поздравили то есть четкая статистика должна быть у вас постоянная то есть да за день вы введете статистику то есть расписывать все свои аккаунты и пишите сколько сделали друзей с днём рождения и так далее, лайков, например. Вот статистика. Смотрите, если мы работаем по резюме, вы минимум должны отправить 200, а вообще в идеале 500, 300, 400, 500 в резюме, но минимум 200. Если вы работаете ВКонтакте, то у вас должно быть 20 страничек, как минимум 20, потому что сегодня 10 работают, 10 отдыхают. Завтра те, которые вчера работали, отдыхают, те, которые отдыхали, вы с них работаете. То есть вы должны чередовать странички и делать вот эту норму. Что такое 1000? Это объявления, с каждой странички минимум 500. Друзья добавили, с каждой странички 15-20 человек. Много не надо, чтобы не блочили. Поздравили с днём рождения, человек 20 максимум вы можете поздравить. И лайков. Ну, лайки тут где-то примерно с каждой странички по 300 лайков можно делать. Это легко и быстро. Главное не утонуть у кого-то на страничках. Поставили лайк, ушли, поставили, ушли. ВКонтакте тоже 20 страничек. 500 действий минимум, до 1000 доводите. Знакомых минимум 10 звонков. Или план себе поставили, план максимум 20 звонков в день. 20. Это может быть нелегко, ребят, но это вас быстро приведёт к результату. И если это наша работа, умножайте. У каждой звоночек 2 минутки максимум. 10 на 2, 20 минут. Ну, пока вы там номер набрали, кто-то абонент, не абонент, кто-то занят. Но в течение где-то минут 40, 30-40 минут у вас уйдёт на то, чтобы обзвонить 10 человек. То есть за час, час 20, вы обзвоните 20 человек. Ребята, вы тогда выполните норму. У вас будет в день 2-3 регистрации. Если вы час, час 20 потратите на обзвон своего списка знакомых. Если вы работаете на досках, это подать новых 100 и поднять все старые объявления. Тоже занимает по времени где-то 2-3 часа. Тоже даст вам 1-2 регистрации в день. Если вы работаете в Инстаграм, то это минимум 40 страничек. Опять же, 20 сегодня работают, 20 завтра отдыхают, которые работали. Тысячу комментов нужно ставить, тысячу минимум, а лучше полторы. Тогда это вам будет в день давать 2-3 регистрации. У вас будет огромный поток людей. Выберите свой метод. Выберите. Например, вы планируете работать в Инстаграм. Начните создавать странички. 5 дней модерации. За эти 5 дней, значит, вы обзвоните где-то 100 человек из списка знакомых. Реально? Поставьте плюсики. Пока странички у вас создаются, модерацию проходят, вы туда фотки добавляете, добавляете друзей, подписчиков, чтобы у вас было где-то 100 подписчиков. Вы в это время обзваниваете список знакомых. Не тратьте время. Набирайте себе ключевую команду. А потом с интернета вы будете им помогать, своим знакомым выстраивать веточки. Я думаю, да, вы понимаете, о чем я говорю. Обязательно введите дневник новичков. Обязательно. Потому что вы можете просто потерять людей, когда у вас огромный поток пойдет. И вы просто можете забыть, с кем вы начали общаться, о чем вы говорили. Я всегда пишу все показатели. Я, значит, как журнал новичка. И еще у меня есть журнал. В начале я обязательно ссылку вставляю со странички. Я ставлю телефон контактный и электронку из какого города. И примечания. У меня обязательно есть раздел приметы. Я туда пишу, например, Маша Иванова, двое детей. Старшая дочь Ксюша, пять лет сын, Игорь два годика. То есть я пишу, то, что я узнаю о человеке, я пишу, например, работала продавцом, записала. То есть все, что мы в течение переписки или разговора, я выясняю. Я себе тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын делаю про каждого пометочки. И потом, если мы вдруг потерялись с человеком, мало ли бывает, что раз интернета нет и месяц он не появляется. Потом раз я просматриваю по ссылочкам, перехожу, смотрю, так, что-то Маше пропало. Раз перехожу к ней в контакт, смотрю ее, в контакте уже месяц не было. Я звоню на сотый, Маша, что случилось? А у меня интернета нет или у меня компьютер в ремонте. Ага, понятно. Что делаешь? Как дела? Как планируешь дальше развиваться? То есть я всегда могу выйти на человека, по крайней мере, посмотреть фотку и вспомнить, кто это. Почитать описание и вспомнить, о чем мы говорили, к чему мы уже пришли. Понятно? То есть журнальчик у вас должен быть лучше в электронном виде такой подробненький. Обязательно пишите себе план дня. Планировщики делайте, как вам удобно делать. Вы обязательно пишите, чтобы у вас было все прямо расписано и по факту. Чтобы вы к вечеру себе записали все и сказали, полноценный у вас день прошел, классный или нет. Что можно улучшить в этом дне, чтобы завтра день прошел более насыщенно и продуктивно. Это очень важно. Обязательно изучите правила, что делать с новичком. У нас есть на сайте успех действия, все прописано, с чего начать, как зарегистрировать, как с ним сконтактировать и так далее. И я вам желаю всем от 5 регистраций в день. Вау! И чтобы 5 бизнес-партнеров, ключевых партнеров у вас получалось в каждый каталог. Эта задача очень реальная, если у вас есть поток людей, то это все реально, у вас будут, появятся ключики, появятся ключики. Ребят, иногда приходится много-много перебрать народу, прежде чем появится первый ключевой партнер. Но это реально. Да, желаю 5 регистраций в день. Сначала по команде, да, потом личных научитесь только делать. Будет все супер. Напишите, пожалуйста, обратную связь, что для вас сегодня было особенно мощным и полезным. Вот что вас зацепило, прям вы говорите, вау, вот это для меня открытие, сейчас пойду это делать. Пока вы пишете, да, я вас заранее благодарю. Включаю вам ролик. И до встречи в чатах и сегодня на презентации. Пока-пока.